здравствуйте уважаемые студенты дисциплина история физики номер 5 лекция тема аналитический аппарат механики нутона по плану мы рассмотрим четыре вопроса это первый вопрос аналитический аппарат механики нутона второй вопрос закон о сохранении механики третий развитие вариационных принципов механики и четвертый вопрос развитие понятия массы и силы в механике после нутона это первый вопрос аналитический аппарат механики нутона после установления ньютоном основных понятий законов механики механик развивалась по нескольким основным направлениям некоторые из них были намечены еще до нутона я привела здесь вам источник откуда можно прочитать о механике ньютона в первую очередь рассмотрим направление заключающиеся в разработке аналитического аппарата основанного на принципе ускоряющих сил так называлось направление лагранж это направление полагает прямое применение второго закона ньютона для определения движения материальной точки система материальной точки или твердого тела по заданным силам или же наоборот определение сил по заданным движениям такого рода задачи как раз и решал ньютон однако он не разработал аналитический аппарат для их решения ньютон не использовал аналитический аппарат дифференциального интегрального числения в явном виде а применял геометрический метод последний заключался в том что механические величины выражались в виде различных геометрических величин и соотношений между ними то есть соотношение между отрезками кривыми касательными углами решение конкретных задач у ньютона выглядели весьма искусственно каждая задача решаться своим способом или писал хотя читатель убеждается в истине выставленных предположений но он не получает достаточно ясного и точного их понимания так что если чуть-чуть изменить те же самые вопросы он едва ли будет в состоянии разрешить их самостоятельно построение аналитического аппарата основанного на принципе ускоряющая сил основная роль принадлежит петербургском академии леонарду или или швейцарец по национальности был приглашен в петербургскую академию наук 1727 году где проработал до 1741 года после чего уехал в германии в 1766 году он вновь вернулся в россию и прожил петербург на своей смерти или принадлежит огромное количество трудов по различным вопросам математики и физики и так далее многие из них сыграли ведущую роль в развитии физико-математических наук или интересовался и методологическими вопросами физики он не признавал дальнодействующих сеть и был сторонником волновой теории свет по многим вопросам он стоял на те же позиции что и ломоносов научно-популярном сочетании сочинений письма к немецкой принцессе изложены методологические взгляды и на вопросы естественных наук в 1706 году была издана механика то сочинение в двух томах а в 1765 году теории движения твердых тел в этих сочинениях или опубликовал значительную часть свои исследования по механике или следует ньютону в понимании основной задачи механика также и основных понятий сущность силы по или заключена в основных свойствах материи инерции и непроницаемости когда два тела движется навстречу друг другу и соприкасаются то вследствие непроницаемости с одной стороны и в результате стремления сохранить свое движение с другой стороны их движение должны измениться или разработал аналитический аппарат механики материальной точки который он определяет как частицу материи имеющий очень малые размеры первоначально и эйлер решил задачу для прямолинейного движения материальной точки он свел эту задачу к решению дифференциального уравнения f равно md квадрате x по dt в квадрате если известна сила как функция x то интегрирование этого уравнения при раз заданных начальных значения дает решение задачи 1742 году в работе английского ученого маклорена трактат о флюксиях был введен метод разложения движений и сил по трем взаимно перпендикулярным декартовым координатам осям этот метод затем использовал эйлер и свел решение задачи о движении материальной точки под действием заданных сил к решению дифференциальных уравнений это уравнение я представила перед вами здесь вот на этом уравнении вы видите dx d в квадрате x под это в квадрате равна лямда п на м и так далее следующая формула она дается для и координат y и и координаты z здесь x y z это координаты материальной точки м ее масса p q r это компоненты действующей силы лямда коэффициент пропорциональности величина которого определяется выбором единиц помимо декартовых координат или применял и другие эйлер является основоположником механики твердого тела он впервые вывел уравнение движения твердого тела а также разработал способ определения положения этого тела эйлер ввел механику основные понятия динамики твердого тела такие как момент инерции свободной оси эйлер рассматривает движение твердого тела как сложные состоящие из поступательного движения центра массы и вращательного движения вокруг этого центра таким образом получается шесть уравнений три уравнения движения масс центра масс и три уравнения вращательного движения вокруг этого центра масс Создание аналитического аппарата механики, основанного на принципе ускоряющих сил, однако не могло полностью удовлетворить потребности этой навыки. Многие проблемы, стоявшие перед механикой, только лишь теоретически сводились к основной задаче динамики Ньютона, и решение их с помощью принципа ускоряющих сил было по меньшей мере достаточно трудным. Принцип ускоряющих сил применим непосредственно при решении вопросов небесной механики, баллистики, движения корабля и т.д. То есть, если значения сил, действующих на тело, заранее известны, иначе дело обстояло с проблемами движения или равновесить систему тел, подверженных связям, а также тел, сталкивающимся друг с другом. Лаграндж писал, Эти задачи состоят в определении движения многих тел, тяжелых или лишенных тяжестей, которые толкают или тянут друг друга с помощью нитей или несгибаемых очагов, которым они неподвижно прикреплены или вдоль которых они могут свободно скользить, и которые после сообщения им каких-либо импульсов предоставляются затем самим себе для принуждения двигаться по заданным кривым линиям или поверхностям. Большому интересу к подобным задачам в XVIII веке, несомненно, способствовало то обстоятельство, что они были непосредственно связаны с решением технических проблем мануфактурного производства, особенно с расчетом различного рода механизмов, непрерывно совершенствовавшихся и усложнившихся. К таким задачам нельзя было непосредственно применять принципы скорейшей силы, так как сами силы не заданы, а их следовало определить. Решение подобного рода задач требовало большого искусства. Лагранж отмечал, при разрешении всякой задачи требовалась всегда особая ловкость для определения всех сил, которые в данном случае должны быть приняты во внимание. Это и придавало указанным задачам большую привлекательность и побуждало математиков к соревнованиям. Естественно, подобное положение заставляло искать другие пути, заключавшиеся в разработке больших методов, общих методов решения таких задач, основанных не только на принципе ускоряющих сил. Поиски этих методов некоторые ученые связывали с попытками построения иной системы механики, чем это было сделано Ньютоном, и, прежде всего, с попытки не использовать понятия силы. Так, например, было у Даламбера, предложившегося новый принцип механики. Одно из направлений основывалось на применении законов сохранения. Второй закон, при котором рассмотрим, это закон о сохранении механики. Как уже отмечалось, первым был установлен закон о сохранении количества движения. Он принадлежит Декарту, его стали использовать для решения задач механики. В частности, он был применен для решения задачи об ударе тела. Вторым был установлен в механике закон о сохранении живых сил, или закон о сохранении энергии. Этот закон был открыт не сразу, как уже отмечалось. Гюгенц, а еще раньше Галилей, использовали частный случай закон о сохранении энергии. Позже Лейбниц сформулировал уже в общей форме закон о сохранении живых сил и противопоставил его закон о сохранении количества движения. Он применял этот закон при решении конкретных задач механики. И Декарт, и Лейбниц исходили из общего положения, что движение в природе не может исчезать и возникать. Однако, они по-разному устанавливали количественные меры движения. Если по Декарту мера движения произведение массы на скорость, то Лейбниц считал, что движение измеряется его силой. Мерой же последней является произведение квадрата скорости на массу. Таким образом, получается, что движение, если его сила или его сила, имеет две меры и, соответственно, имеет место два закона. Однако, предположение о том, что движение может иметь две меры, многим показалось недопустимым. Разгорелся спор о мере движения или о силе движения. Одни ученые полагали, что меры движения нужно считать произведением массы на скорость, то исследовали Декарту. Другие, отстаивая точку зрения Лейбниц, утверждали, что меры движения его силы является произведением массы на квадрат скорости. В 1743 году французский ученый Даламбер называет этот спор пустым метафизическим спором о словах, не имеющих научного смысла. «Нужно решить, — говорил Даламбер, — что понимать подсилу движущегося тела и чем ее измерять. Если ее измерять абсолютной величиной препятствий, то правлебниц, здесь дается абсолютной величиной препятствий по Даламберу, это сумма F сила на элемент пути, дельта S. Если же измерять сумму сопротивлений препятствию, это по Даламберу равна сумма силы на дельта T, то есть на время, или дельта Mv — массу на скорости, изменение массы на скорости, то прав картезианцы правы. Если помнить это, то никакой путаницы не возникает, и оба лагеря будут правы». Даламбер писал, «Поскольку в силе сила, в слове сила, не содержится никакого ясного, точного смысла, помимо соответствующего ей действия, я полагаю, что нужно каждому предоставить свободу и решать данный вопрос по его усмотрению. К тому же затронутый вопрос представляет собой не более как совершенно бесплодный метафизический спор о словах, достойный внимания философов». Конечно, в рамках механики этот спор не мог быть решен. Учитывая последующее развитие физики, можно сказать, что прав был лепниц, так как выяснилось, что механическое движение способно превращаться в другие виды движения в определенном количестве соотношений. То есть был установлен закон сохранения и превращения энергии. И механическая энергия, как вы знаете, определяется не произведением массы на скорость, а произведением массы на квадрат скорости. На это обстоятельство обратил внимание Энгельс, который дал полный анализ этого спора, уже опираясь на закон сохранения и превращения энергии. Как уже говорилось, Лепниц положил закон сохранения живых сил в основном механики и применял его для решения некоторых механических задач. В этом вопросе последователем Лепница был Иоганн Бернули. Критикуя Ньютона, который в оптике выразил сомнение сохранения движения в природе и говорил о необходимости поддерживать это движение активными началами, Бернули писал, «Совершенно исчезает страх перед тем, что когда-нибудь в природе исчезнет движение, и весь мир погрузится в страшный неподвижный хаос. Будем же спать спокойно, дело обстоит благополучно». Защищая положение, а сохранение живых сил в природе, Бернули широко использовал положение для решения механических задач. В 1723 году он написал рассуждение о законах передачи движения. В этом сочинении он применял закон сохранения живых сил для упругого удара, успешно решив ряд задач об упругом ударе шаров, в том числе и не центральном. Как вам неизвестно, закон сохранения живых для общего случая системы материальных точек, находящийся под действием центральных сил был затем получен Лагранджем и опубликован в 1788 году в аналитической механике. Если Х и Т, Y и Т, и Z и Т это координаты материальных точек системы, а М и Т, то есть это масса этих точек, то для данного случая справедливое соотношение. Перед вами это соотношение дается. Сумма М и Т, это масса, умноженная на, как вы видите, координату, 1, 2, координата, Х и Т, под Т в квадрате, плюс по У, по З, и плюс П и Т, она равна константе, то есть где П и Т, это потенциальная функция и Т частицы, отнесена к единице массы. В отличие от своих предшественников, Лаграндж уже не придают принципиального значения закон сохранения живых сил и рассматривают его как следствие общих положений в механике. Третий закон сохранения, закон сохранения момента кондиционного движения, был установлен в 1746 году, почти одновременно Эйлером и Бернули при разработке теории вращательного движения. Согласно их формулировке, как указывает Лаграндж, при движении низких тел вокруг неподвижного центра, сумма произведений массы каждого тела на его скорость вращения вокруг центра и на расстоянии его от того же центра является всегда независимой от взаимного действия, которое тело могут производить друг на друга и должно всегда оставаться неизменной, если не имеется какого-либо внешнего действия или препятствия. Французский ученый Дарси в 1747 году сформулировал закон сохранения момента количества движений для системы тел. Сумма произведений масс тел на площади, описываемой радиусом вектора, проведенными из любой точки к этим телам за определенный промежуток времени и спроектированными на любую плоскость пропорционально этому промежутку времени. В дальнейшем Дарси сформулировал этот закон как закон сохранения суммы произведений масс тел, их скоростей и перпендипуляров опущенных из точки на направлении движения. Законы сохранения это закон сохранения живых сил, а также закон сохранения количества движений и момента количества движений первоначально выдвигаются как всеобщие законы природы. Наконец, еще более позднее время рассмотренные законы сохранения приобрели смысл законов, которые в дальнейшем выражали общие свойства пространства и времени. Идем к третьему вопросу. Развитие вариационных принципов механики. Рассмотрим, наконец, направление в развитии механика, основанное на сведении задач механик к решению вариационных задач. Идея о возможности применения вариационных принципов механики пришла из оптики. Уже у Герона Александрийского встречается нечто подобное принципу фирма для случая отражения света. Если природа не напрасно поработала над нашим зрением, то наш взгляд ломается под равными углами. Позже эту идею Герон повторяет древний ученый Дамьян. В книге «О зеркалах механик» Герон показал, что прямолинейный путь света, ломающийся под равными углами, короче всех других, исходящих из тех же сходных частей и ломающихся в тигр частях под неравными углами. Следует отметить, что и Герон, и Дамьян полагали, что глаз наблюдателя испускает лучи, которые, как по щупальце, ощупывают наблюдаемый предмет. Цветовой луч является как бы органом человека, и закон прямолинейного распространения света, как и закон отражения, имеет оттенок целесообразности присущей деятельности живого организма. В 1696 году Иоганн Бернолли, используя принцип Ферман, рассматривал задачу распространения луча света в среде с непрерывно меняющимся показателем преломления. По поводу аналогии Бернолли писал, я укажу, что можно открыть удивительное совпадение между кривизной луча света с непрерывно изменяющейся среди и брахистронной кривой. С работы Бернолли, собственно говоря, и начинается история развития вариационных принципов механики. И четвертый вопрос, развитие понятия массы и силы механики после Ньютона. Здесь мы должны подчеркнуть, что понимание массы как количество материи критикует главным образом ученые, поддерживающиеся позитивистский взгляд, не признающие существование материи вообще. Однако большинство ученых вплоть до начала нашего столетия в основном оставались на позициях материализма и по-прежнему рассматривали массу как основную количественную характеристику материи. В их число входили это Эйлер, Хуассон, Максвелл, Томсон. Это вполне понятно, так как долгое время среди физиков было широко распространено взгляд на материю, как на некоторый материал, из которого вылеплены все вещи. А так как масса одно из наиболее общих свойств материальных вещей, и как считалось, всякая вещь обладает строго определенной массой, то казалось единственным понимать, естественным понимать массу как количество материи. Такой широко распространенный взгляд на массу был подорван теорией относительности, которая показала, что масса не является инвариантной величиной, а зависит от скорости и от энергии, которым обладает тело. Однако, и после возникновения теории относительности некоторые ученые продолжали понимать массу как количество материи. С середины XIX века начинает обсуждаться вопрос об определении величины массы. Подвергается критико-определение Ньютона, который определял ее как величину пропорциональную объему тела и его плотности. Одним из направлений в определении физического содержания массы, опирающимся на понимание ее как величины, которое определяет инертные свойства тела, было направление основано на рассмотрении взаимодействия тела. Его родоначальником, по-видимому, был французский ученый Сен-Венан. Он писал, масса тела есть отношение двух чисел. Числа частей данного тела к числу частей стандартного тела. При этом части, будучи разделенными, при взаимном попарном столкновении сообщают друг другу равные и противоположные направления скорости. Развивая далее это определение, Сен-Венан рассматривает столкновения двух различных тел, имеющих первоначальные скорости v1 и v2, которые после столкновения соответственно равны v1 плюс дельта v1 плюс v2 плюс дельта v2. Применяя закон сохранения количества движений к этому случаю, то получаем отношение m2 к m1 равно отношение дельта v к v2, где m1 и m2 это масса тела. Таким образом, если выбрать массу какого-либо тела за единицу, то рассматривая за ударение этого тела с другими телами, можно определить массы этих тел. Ну и в конце вы смотрите вопросы для закреплений. Пришла ответить на эти вопросы. На этом урок у нас закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok